Знаменитая русскеальская коричневая вода. Христа по рюмкам разливать. Здесь какие-то питерские хулиганы, мы аккуратненько мимо пройдем. Как на облаке вообще. Мы с вами в Карельской Карелии, в местечке, которое называется Рускеала. Супер известный курорт всем теперь, потому что сюда даже ходит паровоз. Но в тени всего этого курорта есть лютеранская церковь, которая сейчас выглядит вот так вот. Но надо сказать, что все равно она нашла свое место вот здесь, на русскеальской земле. Дело в том, что сегодня Рускеала представляет из себя совершенно небольшой поселок. Всего 600 человек в нем проживает. И несмотря на это, небольшая община, которая здесь образовалась еще в начале 90-х годах. Вначале она собиралась в бывшем постарате, а потом вот она приобрела землю и стала постепенно строиться. И она строится постепенно и до сих пор еще не достроилась. И связано это с некоторыми причинами. Ну, главным образом, потому что недостаточно денег, но все деньги на строительство община изыскивает сама. Потому что вот, ну, в некотором смысле популярность места, она тоже помогает общине. Потому что здесь сделана такая небольшая гостиница, которая принимает людей. Ну, или гостевой дом, или паломнический дом. Я не знаю, как тут это оформлено. В общем, не знаю. Но совершенно точно здесь можно остановиться на какое-то время. Вот. И много финнов сюда приезжают, останавливаются друзей прихода. Вот. Ну и мы сегодня тоже здесь остановились. Пойдемте посмотрим, что внутри. Здесь какие-то питерские хулиганы. Мы аккуратненько мимо пройдем. Это местные карельские жители. Коль я мининалайнен. Опа! И вот богослужебный зал. Вот он какой красивый. Ну, вообще, ладно, что происходит. На самом деле, у нас небольшой выезд Ананкирхи. Мы провели бомбическую, супер бомбическую выставку о песках Пасхи. И вот такими составом, практически полным сотрудников Ананкирхи, мы выехали вот сюда, в Карелию, отдыхать. Вообще, у нас, знаете, сколько сотрудников? Вы не поверите. Ананкирхи и Анна помогают. Все вместе 32 человека. 32. Вот так вот. Вот. И поверьте, никто свой хлеб зря не ест. Все очень хорошо работают. Вот. А сейчас мы здесь отдыхаем. Ну вот, в общем, богослужебный зал нынешней церкви. Достаточно скромный, но в то же время достаточно светлый, простой, аскетичный. Как на облаке, в общем. Даже не знаю, что сказать тут еще. Давайте детали какие-нибудь разглядываем. Вот интересные детали есть. Давайте. Во-первых, смотрите, здесь крест ржавый, старый. Видите? Ноги Иисуса. То есть, это реальный крест. Откуда он взялся, неизвестно. Я думаю, что это нашли в Старой Кирхе. Вообще, церковь находится на таком небольшом холме, где раньше стояла церковь, историческая. От нее остались руины, не руины, от нее остался фундамент. Сейчас мы его посмотрим. И я думаю, что вот эти гвозди, это все, что осталось от той церкви. Вот, ладно. Сюда аккуратно положим. Другая интересная деталь, это рюмочки. В некоторых приходах причащаются вот такими рюмочками. Их называют по-фински пикколи, но слово пикколи означает рюмочка. И во время причастия так чуть-чуть наливают, дают обладку и наливают. У каждого такая индивидуальная чаша. Некоторые в нашей церкви очень сильно возмущаются. Это возмутительно. Вот так они возмущаются. Нельзя причащаться из рюмочек. Это как Христа по рюмкам разливать. Вот так они говорят. Но мне кажется, это все, конечно, мелочи жизни. Это вообще значение не имеет, потому что обладки, они тоже отдельно. Знаете, это тоже не один большой кусок хлеба, который мы разделяем. Это тоже маленькие хлеба, которые могут быть из разных партий. Вот, поэтому это все лишняя лирика. На мой вкус. Так, что еще здесь интересненького есть? Вознесение. Христос восстает из гроба. Интересная деталь. Вот когда мы... Ой, это не вознесение, это воскресенье, конечно. Когда Христос воскрес, обычно мы рассказываем такую основную линию, которая заключается в следующем. Женщина-мироносица находит пустую гробницу. Дальше ангелы возвещают ей, что его здесь нет, он воскрес. Дальше они встречают воскресшего Христа, идут к апостолам, те не верят. Потом там двое людей в Имаус идут, с ними встречается Христос. Те приходят к апостолам, они опять не верят. Потом, значит, Христос посередине комнаты присутствует перед апостолами. Но параллельно этому есть еще другая история воскресения. Она звучит так. Христос воскресает, и первыми о его воскресении узнают не какие женщины-мироносицы, а вот эти вот ребята, римские солдаты, солдаты, которые охраняют могилу. И они дальше идут и возвещают об этом первосвященникам и старейшинам, о том, что воскрес Христос. А те их подкупают и говорят, чтобы те врали, что их тело украли апостолы. То есть первым о воскресении узнают не женщины-мироносицы, а солдаты, и первым возвещается не апостолам, а первосвященникам. Но как-то их особенно это не впечатляет. И он сказал, нет, давайте не будет воскресать, как у нас тут все как бы не в тему это. Вот такая кафедра. Ладно, пойдемте посмотрим некоторые другие детали. Вдруг вы сюда захотите как-нибудь приехать и остановиться. Я не знаю, а я, мам, вот, вот, да, если захотите приехать и остановиться, вот номер телефона. О, вот такая комната. Пожалуйста, можно четыре человека здесь остановиться. Вот, приехала небольшая группа. Здесь становилось чудесно, замечательно, великолепно. Красивая кирпичная стена. Кстати, здесь интересно сделаны потолки. Смотрите, видите, это была деревянная опалубка, как бы, или я не знаю, как это называется. Это бетон. То есть оно выглядит, вот эти доски, на которых этот бетон заливался, вон, они отпечатались. Ну, опять-таки, общая зона такая. Здесь, наверное, воскресная школа проходит, судя по тому, как здесь все устроено. И судя по тому, что здесь это самый детский молодежный работник. Вот. Ну, это столовая. И в столовой есть интересные эти самые картины. И вот то, как выглядела та церковь, которая здесь была. Вот она, русско-альская церковь в виде креста. Ну, вот она до нас не дожила. Что от нее осталось, сейчас увидим чуть попозже. Здесь есть сауна, будьте любезны. Давайте заглянем. Ой, ничего себе. Знаменитая русско-альская коричневая вода. Вода здесь красивого и золотистого цвета. Она здесь смотрится красиво, кроме унитаза. Интересно, что здесь, смотрите, как используется гранит. Здесь гранит, его вообще не видно. Он сделан, видите, для фундамента используется, для каких-то столбов. А это ведь гранит. Просто этого гранита здесь, как грязи. Потому что мы находимся на карьере, где его добывают. Вот такая комната, где можно отлично сидеть, отдыхать. Вот остатки кирхи, которая здесь была. Которую мы видели на фотографии. То есть сейчас построили здесь, а раньше была здесь. Что осталось? Остался забор. Осталось крыльцо. И остался практически полностью фундамент. Интересно, что и нынешняя кирха, и вот та, что была, и та, и другая, она в виде креста, как видите. Опа-опа. То есть там был вход, квадратная колокольня. А дальше в две стороны такие крылья были, как, ну, в виде, получается, кирха в виде креста. И интересно, там сверху был такой круглый купол, что достаточно необычно. Ну, и вот здесь алтарь. Я думаю, что это потом нанесли. Хотя, может быть, это тоже остатки фундамента. Вот. И молотари. А вот тут тоже историческое здание похоже. Просто доделано. Я не знаю, что это. Может и нет. Написано Обам-Алух. Ну, значит, историческое. Кто такой Обама, уже никто не помнит. Уже несколько президентов Америки сменилось с этого времени. Ну, в общем, вот такая вот интересная русско-альтская кирха. Здесь можно жить. Вкусно кормят. Очень вкусно. Вот. Ну, ладно. Нам пора уезжать. Идем на автобус. Вау! Я знаю, что это там. Вау! Крик, пар ДЖК, пар ДЖК. Вау!